Кино против наркотиков. Сочинским студентам в рамках акции «Стоп угроза» показали художественный фильм о мире наркоманов и наркоторговцев. А перед показом правоохранители и наркологи провели с ребятами профилактическую беседу с призывом заняться здоровым образом жизни и сказать свое «нет наркотикам». Медики уверены, одно из лекарств против этой опасной болезни – правда о ней. «Очень важна наша цель, потому что заниматься профилактикой мы всегда должны именно с молодежью, с подростками, которые вступают во взрослую жизнь, которые должны все-таки знать, что такое наркотические вещества, вред для здоровья. Они должны знать опасность для себя и общества. И все эти мероприятия мы проводим в рамках профилактической работы среди детского населения». «То есть это беседы, лекции, что входит в этот профилактик?» «Да, это проведение бесед, лекций, кинолекторий. Дети многие задают вопросы, мы на них отвечаем. Это очень увлекательно и получается очень хороший диалог. Подростки многие вещи узнают впервые, делают для себя выводы и в связи с этим заключается наша профилактическая работа. Для подростков, как вы знаете, всегда примеры очень показательные, поэтому рассказываем о некоторых результатах нашей работы, рассказываем, с чем мы сталкиваемся и предупреждаем, чтобы подростки этого не делали. Подростки делают выводы для себя и в большинстве случаев нашей помощью, естественно, в дальнейшем уже в ней не нуждаются, в нашей помощи. Мы рассказываем о вреде, о привычках, рассказываем это наглядно, показываем примеры, видеоролики. Поэтому подростки, когда смотрят, они, естественно, не хотят получить эффект, который получили до них зависимые люди и, конечно, делают выводы для себя. Мы больше им даем советы, чтобы они не попадали в плохие компании, чтобы они никогда не пробовали ничего запрещенного. Конечно, они эффективны, потому что дети, когда один раз увидят либо услышат результат от психоактивных веществ, они уже не хотят даже пробовать. Об ответственности за свое здоровье, о профилактике заболеваний, мотивации к здоровому образу жизни и как наркотики воздействуют на организм, врач-нарколог говорит с молодежью, приводя реальные примеры. Наркомания никогда не проходит бесследно, подчеркивает доктор. Обычно считают, что наркоманы – это люди с психическими расстройствами. Их боятся и обходят стороной. Но забывают о том, что наркомания – это болезнь, и она несет в себе разрушающие последствия как для психики, так и для физического здоровья. У наркомана появляются различные психические отклонения, страхи и фобии, депрессии, нарушения восприятия реальности. Наркотик не может не затронуть и физическое здоровье. Наркомана со стажем ждут необратимые изменения. От некоторых наркотиков здоровье может сильно пошатнуться уже через несколько месяцев. Страдают сердце, почки, легкие, печень, мозг. Другие болезни, часто встречающиеся у наркоманов, передаются через кровь. Наркоманы имеют привычку пользоваться одной иглой для инъекции. Потеря контроля над собой приводит и к беспорядочным интимным связям, что часто заканчивается весьма плачевно – заражением ВИЧ-инфекцией. От ВИЧ не умирают, но без лечения и контроля заболевание переходит в смертельную болезнь – СПИД. Вы себя считаете взрослым. Вы считаете, что если вы однократно употребите какое-то психоактивное вещество, вы сможете завтра его не употребить. Я вам сейчас могу сказать, что это заблуждение. По статистике, единицы из миллиона могут завтра не употребить повторно. Поэтому исковать не стоит. Наркотические вещества вызывают что? Зависимость. Они вызывают психические и поведенческие расстройства. То есть, когда человек даже однократно употребил какое-то вещество, он тут же свое поведение не может контролировать уже на следующий день, а может быть уже через доли секунды. Я думаю, что вы видели в интернете ролики после употребления психоактивных веществ, которые ужасающие, и на них не то что смотреть, даже глядеть очень тяжело. Еще хочу задать вопрос вам. А кто считает, что употребление алкоголя в малых количествах или какие-то алкогольные напитки, они безвредны? Кто-то из сидящих. И как вы думаете о аргументах? Я вам хочу сказать, что это все проявычка. Что такое проявычка? Вот вы когда после летних каникул идете в школу, утром вставать тяжело? Кому легко? Молодцы. Молодцы. Я хочу сказать, что существует проявычка. Если вы один раз выкурали сигарету или выпили алкоголь, обычно это уже становится проявычкой, потому что человеку становится интересно, что с ним будет. Он любознательный, он начинает употреблять повторно. После повторного употребления это уже вырабатывается как регулярность. А потом идет зависимость. Сначала психологическая, психическая, а потом уже физическая. А потом уже не смешно. А не смешно знаете чем? Потому что потом все это где? В стенах больницы. Многие думали, что я больше не буду употреблять и не буду это употреблять завтра, сегодня в последний раз. А это уже привычка. Вот об этом я и хотел бы сегодня сказать. Наркологическая служба работает в соответствии с приказом 10.34. Это диспансерное наблюдение. Для меня коллеги говорили о выявлении и предотвращении преступности. А наркологическая служба занимается уже лечением и также на осмотрах выявлением заболевания. Многие думают, что зависимости нет, а она уже сформирована. Поэтому если кто-то хочет себе сломать жизнь завтра, конечно, можете сегодня начинать ее ломать. Но я говорю, что в соответствии с приказом 10.34 Минздрава мы не дадим в дальнейшем вам больше по жизни идти легко. Потому что это диспансерное наблюдение, лечение и учет. В отличие от многих других болезней, болезнь наркомана – это выбор самого человека. И это единственный недуг, за который человек отвечает еще и перед законом. На профилактическое мероприятие в рамках акции «Стоп угроза» пригласили и представителей правоохранительных органов. Они и рассказали студентам, что наркоман состоит на учете не только в наркологии, но и в полиции. Административная и уголовная ответственность за хранение и употребление наркотиков наступает уже с 16 лет. Это может быть штраф, либо арест на 15 суток. А вот уголовная ответственность предусматривает лишение свободы вплоть до 10 лет. Самая суровая мера – за сбыт в особо крупных размерах от 15 до 20 лет тюрьмы. Наша задача, как правоохранитель, не только борьба с преступностью, но и ее предупреждение. Поэтому мы проводим лекции перед несовершеннолетними о том, о вреде наркотиков, какая ответственность за них предусмотрена, какая ответственность предусмотрена за употребление, за хранение, за любые действия с наркотическими средствами, как себя уберечь от каких-то правонарушений, чтобы несовершеннолетние знали, понимали закон и могли как-то избегать любых действий, связанных с наркотиками. Я не думаю, что кто-то из вас хотел бы находиться в местах лишения свободы, потому что это большое черное пятно. Все учатся, все хотят работать на хороших должностях. И сейчас 21 век, прежде чем брать человека на работу, все смотрят, нет ли у него административной, либо уголовной ответственности. Занимайтесь больше спортом, доверяйте родителям, рассказывайте, делитесь с ними, либо с учителями, или кому вы доверяете, кто старше вас, чтобы можно было решить эту проблему. Потому что это общая проблема. Ну а кино против наркотиков, которое приготовили для просмотра, оказалось криминальной драмой под названием «Забава». Кинолента рекомендована для показа в муниципальных кинотеатрах края. Фильм закуплен в Краевой фильмофонд в рамках региональной целевой программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснодарского края. По сценарию, герои художественного фильма «Забава» живут без забот, в погоне за развлечениями. Заканчивается же картина совсем незабавно. Очень эмоциональный, воздействует на внутреннее состояние души человека однозначно. И самое главное, что он четко дает понять, что то, что происходит, это трагедия. Трагедия многих человеческих судеб. Девушка, которая страдает от того, что ее парень наркоман, и она в итоге, отчаявшись, что не может его вытащить, погибает от передозировки, приняв наркотик. Мы даем ребятам понять при помощи кинематографии, что нельзя соприкасаться, даже соприкасаться в любых экстремальных ситуациях в жизни. Выход есть всегда, и мы всегда их призываем. Ребята, у вас есть увлечение, у вас есть прекрасные родители, к которым вы можете обратиться всегда за помощью. Мы всегда общаемся после сеанса со зрителями. Ребята охотно идут на контакт. Ну, спрашиваю, например, если вам друг лучший, близкий предложит, что с этим другом нужно сделать, они говорят, послать его, мягко говоря. Смысл художественного фильма ребята уловили. Ну и, как обещали специалисты, ребята сделали выводы и решили обратиться к своим сверстникам, рассказать о вреде наркомании и здоровом образе жизни, но уже на своем, понятном для молодежи, языке. Я обращаюсь ко всей молодежи Российской Федерации. Пацаны, занимайтесь спортом. Наркотики – это не прикольная вещь, это вообще фигня все. Извиняюсь за выражение, это все дичь. Занимайтесь спортом, бокс, тренировка. Они говорят правильные вещи, они волнуются за молодежь и правильно делают. Наркотики – это вред, это лишь боль. И родители ваши страдают от этого не меньше, чем вы. Подумайте о семье, подумайте о родителях, что вы делаете. Лучше занимайтесь спортом, лучше спорта ничего нет. Ну, ходите в спортзал, не знаю, не курите, не пейте, это чисто мое мнение. Не занимайтесь наркотиками, это все ядство, зло. Мне самому 18 лет я такие вещи не принимаю. Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Я с такими сразу перестал бы общаться. Мне зачем, друзья, наркоманы? С нормальными ребятами общаюсь, дружу, разговариваю. Ну, зачем мне такие вещи надо? Я думаю первым, ну, о первой себе, о себе, о родителях, о семье. Что с ними будет после того, как я начну заниматься, бегать. Ну, искать там это, наркотики, думаю, искать. Это зачем, это не надо. Лучше подумайте в натуре о семье. Кроме семьи ничего лучше нет. Эта тема очень важная сейчас, мне кажется, потому что даже из моих знакомых был один человек, который употреблял наркотики. Очень полезная информация и нужная для нас, потому что многие даже не знают, какую ответственность они понесут за то или иное действие. Даже если, вот как нам сообщили здесь, невинные рисунки вот на стенах могут служить информацией для наркоманов и наркодилеров. Ну и можно так попасть в неприятную ситуацию, если рядом с такими рисунками ходить. Надо жить просто. А в чем интерес употребления наркотиков? Ты ходишь, вот как, извините, зомби, вот действительно. Твоя жизнь крутится вокруг того, чтобы раздобыть себе дозу и все. А если ты не наркоман, ты можешь идти и жить спокойно, идти там спортом заниматься или в кино тоже сходить с друзьями. Есть время на жизнь. Ну и здоровье, конечно. А если наркоман, то и здоровье потеряешь быстро. Вот у нас в поселке жил один парень, тоже наркоман был, умер от передозировки в 20 лет. Это что, вот прожил он жизнь? 20 лет. А мог еще и жить, и жить. В общем говоря, если кто-то это увидит, ребят, не надо, вот не надо, вам это не нужно. Объединяет все службы по борьбе с наркотической зависимостью, мониторит ситуацию и курирует профилактические мероприятия антинаркотическая комиссия. Такая есть в каждом муниципалитете края. Итоги подводит Краевая. Антинаркотическая комиссия администрации, она координирует все сферы деятельности, которые могут только быть задействованы в профилактической работе и борьбе с наркоманами. Номер телефона нашей комиссии 264-14-70. Если есть у вас такое желание, запишите, либо запомните. 264-14-70. С 11 по 22 ноября текущего года будет проходить второй этап всероссийской акции «Сообщить, где торгуют смертью». Обращение ваше конфиденциальное. То есть, если у вас нет, допустим, достаточного понимания с родителями, если вы не знаете, кому сообщить о информации, которая у вас в голове существует, если вы хотите поделиться чем-то хотя бы в области ваших знаний в этом направлении, то, пожалуйста, с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, пожалуйста, прозванивайте. В рамках мероприятия «Стоп-угроза» ребятам напомнили, что не нужно проходить и мимо надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, где предлагают приобрести наркотики. Ее достаточно сфотографировать и сообщить о ее местонахождении в антинаркотическую комиссию. Профилактическое мероприятие, нацеленное на профилактику и пропаганду здорового образа жизни в формате кинолектория в Сочи станет традиционным. Продолжение следует...